Вот прямо напрашивается мемориальная доска с бюстом каким-нибудь барельефом. Увековечить память Высоцкого поклонники его творчества предлагают около молодежного центра. Это место они называют не иначе как энергетическим центром Владимира Семеновича. Когда-то здесь была гостиница, в которой в 77 году на несколько дней поселился певец. Здесь же он сыграл часть своих казанских концертов. На сцену Высоцкий выходил по пять раз в день. Первое выступление начиналось в 10 утра, последнее было в 9 вечера. Надо ли говорить, что залы всегда были переполнены? Публика, конечно, это был ажиотаж, билеты достать было невозможно. Мне рассказывали люди, что даже, чтобы купить во дворец спорта билет, они занимали ночью даже очередь. Начинал, конечно, с военной песни, это на братских могилах, не ставят крестов. Потом он пел «Утренняя гимнастика», эта песня как бы такая нашуточная, известная. То есть она до этого выходила на пластинках. И потом, значит, песни были на спортивную тему. Допустим, песня о прыгане в длину, высоту. И заканчивал концерт он всегда песней «Парус». Казанские концерты Высоцкого не были сольными, он выходил к зрителям только во втором отделении, а до него выступал ансамбль «Шестеро молодых» и другие малоизвестные тогда артисты. Но все ждали именно Высоцкого, и порой это приводило к казусам. И когда вышел объявлять конференсье, он ошибся, сейчас выйдет тот, кого вы ждете. Владимир, зал стал хлопать, и он назвал «Винокур». И, конечно, зрители все это восприняли очень не так, как хотелось бы. Помимо официальных концертов, Высоцкий отдельно выступил и для партийной элиты. Для этого ему специально выделили машину, которую отвезла певца на обкомовские дачи в Боровое Матюшино. Была и встреча с казанской интеллигенцией в Доме актера, состоявшаяся благодаря ее Ноникаревой. Заезжал Высоцкий в гости и к другой казанской актрисе Наталье Беспаловой. Она проживала по адресу Ямашево, 17, в доме, где располагался известный магазин «Океан». Но сейчас о визите Высоцкого здесь уже ничего не напоминает. «Это была ведомственная квартира Качаловского театра. Здесь жила с семьей актриса Наталья Беспалова». «А в дальнейшем какая была судьба этой квартиры?» «Я думаю, что когда они переехали из этой квартиры, сюда вселили другую. Потом, наверное, все это приватизировалось, частное, продали, кратеранты. Не знаю историю, видите, никто что-то пока не открывает нам». Желая увековечить память певца и поэта, поклонники его творчества направили в Исполком предложение назвать одну из улиц Казани именем Владимира Семеновича. К слову, улицы Высоцкого есть не только в городах-миллионниках, в Москве, Волгограде, Самаре, но даже и на территории республики, в Мамадыше и Болтосях. «Получил буквально вчера вот я письмо такое, и в письме очень интересно написано, что в настоящее время в банке данных комиссии по топонимике содержится 57 имен выдающихся личностей, память которых предстоит увековечить в названиях улицах Казани. Предпочтение отдается личностям, родившимся в Казани, внесшим значительный вклад в становление и развитие прежде всего города и республики. Поэтому в связи с этим считаем, что наименование улицы Казани именем Владимира Высоцкого нецелесообразно». А в набережных Челнах, куда Высоцкий приезжал в 1974 году вместе с театром на Таганке, его именем названа целая площадь, на которой установлен памятник. По мнению Владимира Урецкого, подобная скульптура вписалась бы и в архитектуру Казани. Но пока это скорее мечты. Чтобы воплотить их в жизнь, нужно не только разрешение от городских властей, но и желание спонсоров. Поэтому пока казанским поклонникам и Высоцкам, как и прежде, будут напоминать его песни. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Андрей Шульга, Андрей Ключников, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».